Артамонов, военный и международный обозреватель, специалист по армиям НАТО. Начинаю свой последний в этом году эфир. 2022 год уходит. Я желаю всем тем, кто встретил его, может быть, не очень радостно. Я, Александр Артамонов, военный и международный обозреватель, специалист по армиям НАТО. Я начинаю свой последний в этом году эфир. 2022 год уходит. Я желаю всем тем, кто встретил его, может быть, не очень радостно, потому что мы готовим... Здравствуйте, дорогие мои. Я, Александр Артамонов, военный и международный обозреватель, специалист по армиям НАТО. Я начинаю свой последний в этом году эфир. 2022 год уходит. Я желаю всем тем, кто встретил его, может быть, не очень радостно, потому что мы готовились к каким-то событиям. События в результате грянули в феврале и получили развитие в марте. Со всеми вытекающими они продолжаются, они будут продолжаться еще. Но я не хочу в данном случае говорить о проблемах. Хочу сказать, что все-таки, наверное, каждый раз, когда что-то происходит, происходит к нашему благу. К благу, прощу прощения. То есть, в любом случае, наверное, поменять мир иначе, как через страдания, невозможно. Не сочтите меня богословом. Я отнюдь не богослов, практик. Наблюдение показывает, что все в этом мире делается обязательно через какие-то страдания, через принуждения и никак иначе. Потому что человек никогда ничего не хочет. И человечество, как сообщество индивидов, людей, тоже никогда ничего не хочет. Хочет жить тихо, мирно, даже если жить невозможно, уговаривает себя до последней секунды, что надо только потерпеть, все будет хорошо, надо только избежать самых крайних и тяжелых решений. Ну и в результате нередко буквально проигрывает свою душу. А ведь именно это происходит с нами с 1991 года. Не потому, что Советский Союз был каким-то замечательным государством, какой-то формацией, которая действительно была лучше всех на земле, но, по крайней мере, мы были суверенны. И это право суверенности, свой суверенитет мы утратили в 1991 году. И далее медленно, упорно, до 2022 его себе это право возвращали. То есть, посмотрите сами, получается более 30 лет, 31 год. Ну и, собственно, я считаю, что наконец-то мы дошли до той точки, когда происходит уже разрыв шаблона, и когда невозможно ни одним, ни другим притворяться, что по-прежнему наблюдается статус кво анте, то есть положение до перемен. Поэтому война является не более чем катализатором, не более чем, может быть, даже сначала точкой фокуса, то есть тем средоточием, которое выявило, что мы не рабы, как в свое время писали большевики, рабы не мы. И мы действительно не рабы. Сейчас те, кто мнил себя хозяевами мира, это почувствовали. Я говорю все эти красивые слова не для того, чтобы как-то занять паузу или на правах преамбулы при своем эфирме. Я просто хочу вам сказать, обращаясь напрямую, что, к сожалению, ну, к сожалению, потому что все мы живые люди, никаких других способов, никакой другой возможности перейти к следующей фазе перемен, чем через войну, у нас не было. Во имя самих себя, не во имя даже того, что справиться с Америкой, а для того, чтобы вычистить пятую колонну, чтобы навести порядок с налогообложением, чтобы вернуться к нормальному ценнообразованию. Это базовая проблема, согласитесь. Чтобы перейти действительно к реальной экономике и ее строительству от финансовых пузырей, которые наши хитрованы так научились по западной указке надувать, что твои воздушные шарики в периметре бульварного кольца. По этому поводу, действительно, грядет новая элита, это люди, которые сейчас пройдут фронты и после этого пойдут работать в реальную экономику, возглавят, я в этом убежден, департаменты и управление Министерства обороны, не только оборонного ведомства, но, уверенно, и других ведомств, и они будут диктовать правила игры. По этому поводу, старый мир будет все дальше и дальше уходить, и никакого возврата к нему не будет. И в этой связи, конечно же, стоит вспомнить о втором правиле. Старый мир, прошу прощения, никогда не сдается без боя. Такого не бывало. Потому что, естественно, никто не хочет быть отрешенным от благ, которые предоставляют командное положение. И тут достаточно вспомнить, что творилось в 1917 году, и даже любую другую страну мира вспомнить всегда одно и то же наблюдалось. Наблюдалось желание власть придержащих сохранить власть за собой. Ну, откровенно говоря, я не думаю, что как-то это будет иначе у нас. Другое дело, что все-таки у нас перемены, слава Богу, носят пока, я надеюсь, продолжится и дальше, эволюционный характер. В том смысле слова, что мы все-таки, наверное, сильной исторической памятью революции не хотим. Мы хотим именно неторопливых и спокойных перемен. В этом случае мы более зрелыми себя показываем, чем те же французы или какие-нибудь там немцы. Мы показываем себя не менее зрелыми, чем китайцы. Китайцы, напомню, во время гонконгской попытки революции, цветной революции, сумели удержать, как говорится, кормилы и не низвергнуть свою страну в рознь, в разногласия между Гонконгом, то есть новым Китаем, другая система экономики, и традиционным Китаем, то есть более чем 99% этой страны. Вот как-то так мы научились себя вести, похоже на то, молю Богу, что оно продолжалось. Я, собственно, сегодня хотел поговорить о том, что уже многие слышали из моих уст, это о Ватикане. Но так как у нас сегодня с вами действительно рождественская и новогодняя встреча, потому что после этого будет период отдыха под елкой, ну и для меня это будет не только отдых, я, скорее всего, отправлюсь к ветеранам спецназа, в импело, потому что надо помнить наших славных стариков. Но в любом случае, как бы то ни было, Ватикан сейчас меня занимает. Но я не хотел бы, чтобы это смотрелось исключительно как, ну, как бы вам сказать, некая отрицательная лекция про Ватикан, рассказ о том, очередной раз, какой он плохой. Ну, на самом деле плохой, я ничего не выдумывал. Плохое детское слово, но достаточно долго, в течение нескольких моих лекционных материалов, я рассказывал, как мне казалось, и показывал, что конкретно несет нам Ватикан. Но Ватикан, параллельно, как и весь Запад, в чем-то весьма курьезное и удивительное место. Удивительное, потому что за более чем тысячелетия там скопились, я бы сказал бы, и традиции, и сокровища мысли, и нематериальные, получается, материальные активы, которые воленс-ноленс, то есть хотим или не хотим, являются частью истории человечества. И вот, считайте, под уже такой умозрительный камин, при том, что на улице обильный снегопад очередной в Москве, я хотел рассказать вам некоторые занимательные факты о Ватикане. Но они не только занимательные, я думаю, в чем-то они будут интересны. Мне интересно, потому что нетривиальные, по крайней мере, для российского сознания, хотя, возможно, многим они известны. Но тогда, кому не интересно, что уж, извините, я не виноват, я не придумываю вещи, я пытаюсь рассказывать то, что могу и умею. Смотрите, начну с Фатимы, пророчества Фатимы 13 мая 1917 года. Я думаю, что многие из нас знают, что тогда произошло, но, тем не менее, напомню, что тогда двум нескольким, точнее, пастушкам в городе Фатиме, недалеко от этого города, это Жасинтия, это, если читать по-португальски, и Франциско Марту, когда они пасли овец, явилась Богородица и сделала три предсказания по поводу будущего человечества. Ну, собственно, предсказания эти, по крайней мере, два из них известны, дата, получается, уже более ста лет назад. Предсказания считаются абсолютно незыблемыми, два из них, потому что они уже были давно опубликованы, и никто в них не сомневается в католическом мире. А вот третье предсказание неизвестно. Неизвестно, это пророчество некое, естественно, которое сделала Богородица, её не видел никто, кроме детей, но для того, чтобы было понятно, она, согласно тому, что было описано в 1917 году, по просьбе детей, чтобы все убедились в истинности того, что действительно пророчества прозвучали, заставила танцевать Солнце в небе. То есть, Солнце двигалось вверх-вниз относительно линии горизонта. Но я понимаю, что и скептики, и не только скептики скажут, что, конечно же, Земля не сошла с орбиты, что была массовая оптическая галлюцинация, но как бы то ни было, она была у всех тех, кто наблюдал с холмов за общением детей с Богородицей. Невидимая для них, но, тем не менее, танцующее Солнце наблюдали все те, кто собрался вокруг детей. Естественно, наблюдали взрослые, оставили свои воспоминания. Мне кажется, что это действительно любопытно, и любопытно по той причине, что есть третье пророчество, которое традиционно связывается с Россией. Оно неизвестно до сегодняшнего дня, оно было, скажем так, вскрыто, только апокрифично. По некоторым данным, Папа Римский его передал Кеннеди в свое время и Хрущеву, и тот, и другой оставили какие-то сильные эмоциональные комментарии по поводу текста пророчества, но оно все-таки официально не опубликовано. Попытка Иоанна Павла II сказать то, что якобы это третье пророчество, естественно, оно хранится в Ватикану, поэтому я с вами об этом и говорю, что оно касалось покушения на Папу Римского в конце 70-х. Это уже, на самом деле, естественно, ложь. Мало того, даже католическим миром не принимается. Считается, что просто Иоанн Павла II не захотел дать, ну, скажем так, тот реальный текст, который был записан детьми. Записан, точнее, писать они, конечно, не умели, перед теми, кто его записал. И, собственно, права у Иоанна Павла II еще не было, потому что выжила девочка, она стала монахиней, имела, ну, такой непризнанный официальный статус. Непризнанный официальный звучит, конечно, интересно, но никто не сомневался в том, что это таков ее статус, но официально, естественно, где-то записано не было. Посланница Богородицы на земле. Она прожила долгую жизнь и не давала права опубликовать это пророчество. Вот в результате эпокрифично оно теперь известно. О чем речь? Ну, я скажу, наверное, вещь, которая не удивит православных, не удивит даже, может быть, россиян. Но, напомню, речь о пророчестве Богородицы, о том, что Россию спасет мир. И, заметьте, сказано, это было католическим детям. Я не сомневаюсь, что именно это и прозвучало. Потому что много утечек такого рода. Звучит банально. Но, тем не менее, и все-таки, надо сказать, что Иоанн Павел II накануне распада Советского Союза провел торжественное богослужение, на котором посвятил Россию Богородице. Я знаю, что сейчас многие верующие, а православные будут возмущены. Дескать, ну, не нуждались мы в том, чтобы Папа Римский эту вещь сделал. Ну, нуждались, не нуждались, другой же вопрос. Я не понимаю многих вещей, не дерзаю, считаю, что я должен все понимать. Я не знаю, почему и на католической части света прозвучали данные пророчества. Первые два касались Первой и Второй мировых войн, насколько мне помнится. А вот третья касалась России и возрождения мира. Но обязательно, судя по апокрифическому тексту, надо было, чтобы России была посвящена Богородице. Россия была посвящена Папой Римским Богородице. После этого в течение полугода Советский Союз распался. Можно не строить здесь причинно-следственную связь, если вы неверующий или неверующая я. Я на этом не настаиваю. Но, скажем, такова официальная канва событий, которой придерживаются очень-очень многие. И Ватикан до сегодняшнего дня является хранителем этой тайны. Тайны, потому что официально текст так и не был опубликован. Ну и, собственно, весьма-весьма печально. Но третий секрет Фатимы гласит фактически о торжестве нашей страны, о победе нашей страны. И я ведь недаром начал с того, что задумался о том, что нам предстоит в 2023-м относительно уходящего 2022-го. И я надеюсь, что вот эта тайна, которая так долго и тщательно храняет Ватикан, и которую я сейчас чуть-чуть приоткрыл, потому что больше его я сам не знаю, так вот это поможет нам с надеждой смотреть в 2023 год. Считаю, что это важно. Ну, собственно, у Ватикана много подобных тайн. Заканчивая с этим, можно сказать, что звучало там якобы еще высказание про белого царя. Но белый царь – это не обязательно монархия, потому что, во-первых, это дети, и как они что передали. Во-вторых, есть традиционное мировоззрение. Любой правитель является царем, то есть тем, кто правит. Это не обязательно монарх. По этому поводу предполагается сильный лидер, как мы понимаем, в России. Но, слава Господу, сильный лидер у нас есть. Ну и шла речь о покаянии. Покаяние, собственно, это и есть то самое посвящение России Богородице, которое было проделано Ватикану. Вы спросите, а зачем вообще Ватикан это делал, и почему в данном случае Ватикан послушался сестры Люсии, сестра Люции или Люсии, таковое имя девочки, которая стала монахиней и прожила вот эту самую долгую жизнь. Ну, во-первых, все-таки Ватикан – это верующие люди по этому поводу, коль скоро они не сомневались, что явилась преснодева, они не могли его слушаться. Да я думаю, что и у Бога хватает возможностей надоумить людей сделать именно то, что Бог считает нужным сделать. По этому поводу важно и то, что именно католики услышали это предсказание. Согласитесь, что если бы услышали православные, католики бы не поверили. По этому поводу, наверное, Ватикан решил скрыть, потому что иначе пришлось бы ему своей властью фактически утвердить торжество России, сказать, что оно грядет. Я не сомневаюсь в том, что оно грядет, но это одна из тех тем, которые столь тщательно, вернее, тайн оберегает Ватикан. Есть и другие любопытные, я бы сказал, связанные с существованием Ватикана и отнюдь не отрицательные вещи. Видите, я, мне кажется, рассказал вещь не темную, вещь светлую для нас. Хотя опять Ватикан играет тут не совсем однозначную роль с точки зрения укрытия тайны, сокрытия тайны. Есть очень любопытные, я буду сейчас брать некие факты, которые не показались интересными в эту мою рождественскую передачу. Некие любопытные опять-таки вещи, смотрите, и опять они требуют многоплоскостного, я бы сказал, мышления. В 2006 году директор обсерватории Ватикана, отец Хосе Фунес, заявил о том, что Ватикан признает возможность, что во Вселенной существуют другие разумные существа, помимо людей, но все они являются божьими созданиями. Это важно. Это важно, потому что, получается, Ватикан наконец-то признал. То, что не признавал, как нам казалось, со времен Жордана Бруна, мы очень любим его цитировать, сейчас я вернусь к этому, Коперника, и вот, пожалуйста, оно наконец-то прозвучало. Но насчет Коперника не будем горячиться. На самом деле еще в 1992 году Иоанн Павел II, тогда папа римский, король Войтыла, признал, что Коперник был прав. Ну и потом Коперник, его соотечественник, тоже поляк, поэтому, наверное, особо приятно было Иоанну Павлу II это признать в 1992 году. И, собственно, Ватикан отказался наконец-то от антропоцентричного мышления, от того, что Земля стоит в центре, так сказать, круга небес, и признал, что Солнце в центре нашей Солнечной системы, а Земля вращается вокруг Солнца. Любопытно. Но так ли все однозначно? Во-первых, я упомянул про Джордана Бруна. Это еще одна интересная тайна, которую скрывает Ватикан. По некоторым данным, они известны мне, в том числе и из масонской Библии, только не надо мне подозревать, что я масон, я не масон, я верующий православный христианин, воцерковленный, но, тем не менее, скажу, что есть такая книга, масонская Библия, там рассказывается достаточно подробно, держал я ее в руках, о том, что Джордана Бруна был сожжен отнюдь не за какие-то свои высказывания, связанные с астрофизикой, со множеством миров, со своим учением, а сожжен был совсем за другую часть своего учения, и при достаточно невыясненных обстоятельствах. Не то, что я пытаюсь обелить Ватикан и нивелировать то, что произошло на Кампо де и Фьори, это площадь цветов, там, где был сожжен Джордана, но, по известной мне информации, Джордана фактически проповедовал возврат к античным культам, то есть к язычеству, к паганизму, к тому, чтобы привлечь энергию звезд через строительство на Земле вал фигуров, ну, скажем так, капищ, при помощи которой можно будет притянуть, которых можно будет притянуть энергию сверху на Землю. Ну и получается совсем, я бы сказал, не такой светлый образ, как нам того хотелось, впрочем, вряд ли кто-то из них, из людей той эпохи, соответствовал хрестоматийному глянцу, который на них навела советская школа, исходя из нашей тогда коммунистической идеологии. В коммунистической идеологии в данном случае не было ничего плохого, мы пытались показать развитие человечества, но вот часто объекты, которые были включены в описание для школьников, не соответствовали той роли, которая им была отведена. Но в случае с Джорданом Бруно похоже, что все-таки здесь есть некое зерно истины, потому что он не был одинок в возврате к язычеству, и напомню, что вообще-то вся эпоха XVI в Италии XIV веков, начиная с XIV века, Кватру Ченту, называлась Возрождение. Чтобы что-то возрождалось, надо, чтобы изначально что-то или умерло, или ушло, как говорится, глубоко в пассив, возрождалась языческая цивилизация. И она возродилась. Она полностью возродилась за вот те самые 400 лет, XVI века, если брать Францию до сегодняшнего дня, до XX-XXI века, первой половины. То есть мы стали полностью язычниками, христианство стало рецессивным, естественно, ислам мы игнорируем, ну и получили те самые языческие ценности. Так вот, тайна Ватикана, за что все-таки был сожжен Джорданом Бруно? Я высказал некую бытующую концепцию. Она любопытна. Она любопытна, потому что она связана с неспровержением тех истин, к которым мы привыкли. А я сказал, что сегодня хотел рассказать интересные факты про Ватикан. Но, как бы то ни было, Ватикан сейчас действительно принимает активное участие в изучении Вселенной. У него есть свой, собственно, телескоп. Он долго находился в Италии, в Риме, под Римом, точнее. Ну и обсерватория была прямо в Ватикане еще. А потом, в силу того, что вечный город очень сильно загрязнил атмосферу, и уже наблюдение нельзя было вести, как раньше. Ватикан перенес в Центр своих наблюдений, приобретя в штате Аризона, в городе Туссон, свой собственный телескоп. Он не самый большой, но достаточно хорошо поработал. И есть целая программа, она называется «Ватикан Advanced Technology Telescope». В частности, именно церковник Ватикан открыл, что Вселенная, открыли, что Вселенная изменяется, ее размеры изменяются с возрастом. Любопытно. То есть, неожиданным образом они оказались, я бы сказал, в авангарде науки, о чем я как-то раз рассуждал. Такой вот еще один интересный факт про Ватикан. И все же я не закрыл еще вопрос о том, насколько они были правы в Средние века или неправы в своей антропоцентричной модели мира, подчеркнутой еще из Аристотеля, которого, кстати, Ватикан всегда признавал. Потому что на самом деле неоднозначные выводы сейчас делают наука относительно строения Вселенной. Возможно, то, что мы видим, не совсем соответствует тому, что есть, объективно говоря. Ну вот, приведу некие факты, а относиться к ним можно по-разному. Издательство NERDIST, англоязычное, NERDIST, N-E-R-D-I-S-T, со ссылкой на астрофизику Антона Петрова, обликовало информацию о барьере из горящей плазмы, окружающей нашу Солнечную систему. Но еще там используется такое поэтическое выражение, по-английски я читал, тоже по-английски это статью «стена огня». И что якобы аппараты Voyager 1 и Voyager 2, посланные американцами за пределы Солнечной системы, Солнечную систему по-прежнему так и не покинули, но они ее не покинули, потому что гравитация звезды простирается крайне далеко в открытый космос, а что они сейчас находятся вот в этом самом плазменном поле, которое сковывает их дальнейшее продвижение от центра нашей Солнечной системы в мертвый космос, то есть в межзвездный космос. К чему я это рассказал? К тому, что не всегда то, что мы видим, еще раз, настолько просто объясняется и соответствует тому, что есть. Некоторые люди даже ставят этот вопрос, как действительно выглядят звезды, которые мы каждую ночь наблюдаем. Они это делают просто потому, что есть мнение, что даже звезды соответствуют чему-то другому. Во-первых, мы их не видим, мы видим только реликтовый свет, который дошел до нас, может быть, от уже давно умершего светила. Плюс к этому некоторые обращают внимание на то, что звезды, крайне удаленные от нас, светятся то же ярко, как и планеты, которые от нас относительно расстояния, которые надо преодолеть до звезд, буквально на двух шагах планеты. А тем не менее, освещение одинаковое у некоторых звезд относительно точек планет, которые мы наблюдаем. Как это происходит? Ну, много теорий и объяснений, но как бы то ни было, я просто хотел сказать, что, возможно, та система, на которой опирался Ватикан ранее, и он хранит тщательно тайну, я про антропоцентричную систему, не настолько глупа, как может показаться, а наше развитие науки рано или поздно придет к тому, что все-таки Вселенная не похожа на то простое представление о ней, которое мы в 60-е годы окончательно себе взяли на вооружение. Я имею в виду после полетов уже Гагарина и полета Гагарина, и после того, как, собственно, нам показалось, что выйдя в космос, мы будем продвигаться до пыльных тропинок других планет. Все знания, которыми обладает Ватикан, хранятся в библиотеке. Колоссальное книгохранилище, действительно тайна сама в себе, библиотеки Ватикана занимают суммарную протяженность 85 километров. То есть, если сложить линейно длину всех книгохранилищ Ватикана, я понимаю, еще всех полок, то получится 85 километров. Это приблизительно, если выписал данные, миллион шестьсот тысяч печатных книг и сто пятьдесят тысяч манускриптов, которые до сеньориста дня еще по-прежнему не открыты широкой публике. Периодически сомневаются в ценности этих манускриптов, начинает поступать такая информация, ну, мы не знаем, может быть, это только не более, чем уже история науки, прошлого нашего. Я могу ответить только одно. Я тоже, конечно же, не знаю, но я понимаю, что если люди купят знания очень давно, то в любом случае это знание достойно изучения, а почему-то оно по-прежнему не публикуется. Тут есть много мнений, и могу сказать прежде всего, что действительно там есть редчайшие книги, очень некоторые странные, некоторые страшные в спецсохране Ватикана, такие, как, например, реально существующая Гримуар, Гримуар – это книга вызова духов, «Красный дракон», «Ле драгон ружи», так она называется по-французски, «Ле драгон ружи», «Красный дракон». И эта магическая книга действительно учит вызывать князя тьмы, но действительно учит в том смысле, что там это написано, а работает ли это – другой вопрос. То есть, у Ватикана, получается, есть собрание книг по целой эпохе, эпохе работы Инквизиции, они остались в целом с неприкосновенностью. Возможно, есть и античные книги, которые прольют свет на то, какой была наша цивилизация, какой она была, ну, скажем так, достаточно большим количеством источников, относительно тех, которыми мы обладаем, потому что Ватикан свои источники не раскрывает, мы им пользоваться не можем, и я убежден, что там содержится очень много свидетельств, интересующих нас событий. Вот, собственно, про библиотеку. Хотя, помимо библиотеки, при библиотеке еще есть музеи. Музеи Ватикана, общей протяженностью 15 километров, это, конечно, не 85 км полок, но все-таки тоже очень большие, созданы были в XVI веке, существуют с тех пор, в эпоху июля II они появились, но есть некоторые предположения, что и до июля II они существовали, просто не было принято говорить о них, как о музеях. Все это, вражаясь словами Гумилева, вековое логовище знаний Николая Гумилева. Имеется в виду, что действительно накоплен колоссальный заряд интеллектуальной энергии, и он остается вне доступа для обычных, то есть светских исследователей, потому что Ватикан ревниво хранит свои тайны. Возможно, все-таки есть, что хранить, потому что сначала я хотел бы упомянуть о таком апокрифическом, опять-таки, издании, как дневник Ханса Нильзера. Ну, дневник Ханса Нильзера, скорее всего, является мистификацией, для тех, кто не в теме, скажу, что в 1899-1901 годах, в этот период, в течение двух лет, в Ватикане работал молодой человек, который подавал большие надежды, Ханс Нильзер из Астрии, и в результате он оставил дневник, в котором повествуется о том, что он раскрыл совершенно парадоксальные вещи. Ну, в частности, если я сделал выписку, смотрите, благая весть была узурпированная горской язычников, использовавших ее, чтобы грабить, чтобы править миром. То есть, фактически, речь идет о каком-то сотрясении устоев всего христианского мира. Примерно так. Ну, скажу, что по официальной легенде, смысл-версии, Ханс Нильзер был фактически изгнан из архивов Ватикана, вернулся на родину, прихватил с собой свои записи, дальнейшая судьба малозначима, но вот записи остались, и периодически они всплывают. Много в них неточности, много в них неясного, обвиняет он там христианство, он якобы раскопал соответствующие документы в архивах Ватикана. Так вот, обвиняет, что христианство фактически это культ бога Омона в своем чистом виде, и, ну, тем самым льет фактически воду на мельницу атеистов. Опять, сказать ничего точно, естественно, не могу, но ясно одно, что у Ватикана колоссальный запас знаний, которые не изучены до сегодняшнего дня. Есть один секрет, вроде как производный от этих знаний, он касается возможности увидеть прошлое. Да-да, именно увидеть прошлое. В 80-е годы из тех самых спецохранов Ватикана просочилась информация о том, что отец Пелегрино Эрнетти, он скончался в 92-м году, 92-м году, в 1992-м, пользуется хроновизором. Хроновизором, заметьте, в 80-е годы это было сказано, то есть 50 лет назад, произнесено. Так вот, хроновизором, разработанным Энрико Ферми, который создал первый ядерный реактор по согласии официальной истории, и Вернером фон Брауном, отцом ракетной промышленности фактически всего мира. И вот в 1972-м году в журнале «Ля Доменника Дель Курьере» была опубликована, прошу прощения, фотография Христа, полученная якобы при помощи хроновизора. Далее было дано разъяснение от лиц, близких к Эрнете, что он категорически отрицает, что это фотография Христа, что это невозможно было сделать при помощи аппарата, аппарат не дает возможности ничего фотографировать, и, собственно, это подлог. Ну, подлог или не подлог, как бы то ни было, Эрнете никогда не отрицал, что путешествовал в прошлое, и никто из его, так сказать, подельников тоже этого не отрицал. Папа Пий XII по согласованию с Муссолини в свое время, соответственно, задолго до смерти Эрнете, это было во Вторую мировую войну, якобы распорядился уничтожить устройство хроновизора. Но, во-первых, воссоздать можно всегда, если есть чертежи. И есть также свидетельство друга Эрнете, Франсуа Брюне, о том, что хроновизор действительно существовал. Вот какие сокровища могут скрываться в Ватикане. Заметьте, могут. Я не сказал, что именно это изобретение там имеется, хотя, с другой стороны, если брать теорию Эйнштейна, то время, это, в принципе, такая же линейная величина, как и три других. Почему бы и нет? Я упомянул про тайну, связанную с книгами заклинаний. Так вот, любопытная информация, я бы сказал, любопытная для тех, кто интересуется ролью Ватикана, современной. Жил-был в Ватикане экзорцист, отец Габриэля Аморт, главный экзорцист Ватикана, в эпоху до 2016 года. В 2016 году он скончался, я имел удовольствие слушать как-то раз его интервью. Аморт утверждал, что дьявол не просто является физическим существом, что он есть, что это, цитируя по памяти Аморта, чистый дух, который, тем не менее, иногда ведет себя как животное. Но чистый дух, имеется в виду, как я понимаю, не чистота, а чистый дух, в смысле, не замутненный, ничем интересным. Но кто бы сомневался, если это один из падших архангелов. Но любопытно другое. Отец Габриэль утверждал, что дьявол скрывается прямо в Ватикане. И, похоже, что папы римские верили в то, что Ватикан стал прибежищем, как минимум, лукавого, что выражалось на верное поведение епископов, кардиналов, архиепископов, окружавших папский престол. Я могу еще добавить по поводу библиотеки, что поработавший в архивах Ханс Нильзер заявлял, я уже говорил о нем выше, поэтому просто скажу то, что не успел сказать, перейдя на другую тему, переключившись, что Фернандо Кортес был связан с Ватиканом. И тогда, когда он шел, когда осваивал новый свет, то у него были карты. И, соответственно, карты, получается, по версии Нильзера были составлены Ватиканом, что в чем-то подтверждает версия о том, что даже Колумб задолго до, собственно, Кортеса или Кортеса вел свои каравеллы, вполне по тем картам, который передал Колумба Ватикан. И, кстати, может быть, поэтому кресты тамплиеров были на парусах каравеллы Колумба, по крайней мере, по официальной версии. Вот такие любопытные вещи. Добавлю к этому, что у Ватикана еще несколько курьезов, забавных, любопытных очень. Прежде всего, это армия Ватикана. Армия Ватикана существует с 1506 года. Она была осознана Юлием Вторым, но сражалась за всю свою историю только дважды, причем с разрывом во много веков. В 1527 году, когда был мятеж в Риме, и в 1944, когда немцы вошли в Рим, и тогда гвардейцы Ватикана решили дать им свой бой, предпредив немцев, а гвардейцы все швейцарцы, то есть говорили с немцами на одном языке, были для них, можно сказать, соплеменники, такие же арии, что они будут сражаться до последнего гвардейца, но враг не пройдет на территорию папского престола, пока дышит хоть один гвардейец. Но немцы подумали-подумали и отступили для истории, будет сказано. Подобная деликатность, в кавычках, меня не удивляет, потому что, на самом деле, само государство Ватикан в своем современном виде было создано Муссолини. Да-да, вы не ослышались именно Муссолини. Дело в том, что в 1870 году Королевство Итальянское аннексировало территорию Ватикана. И далее, только в 1940-е годы, 1944, насколько я помню, Ватикан был возрожден. То есть возрожден как независимое государство Муссолини, и, возможно, поэтому до сегодняшнего дня ему за это все благодарны. Только я ошибся годом, 1929 год, точная дата, даже 11 февраля, 1929 год. И так был решен римский вопрос. А в 1944-м гвардейцы ставили защиту государства Ватикан, которая едва не исчезла, стоя на грани аннексии со стороны фашистов, со стороны нацистов. Точнее, потому что фашисты это итальянское понятие с грамотным языком, нацисты это понятие немецкое. Вот такая любопытная история гвардейцев Ватикана, которая, тем не менее, сохраняет не просто верность папе римскому, но обладает вполне боеспособным потенциалом, другое дело, что они крайне мало числены, как, собственно, и жители или насильники, используем это старое слово, государство Ватикана. Дело в том, что на Земле существует не более 600 с небольшим существ, которые могут сказать, что они обладают гражданство Ватикана. Гражданство Ватикана положено людям, работающим в Ватикане и на Ватикан. В тот момент, когда человек прекращает работать сотрудничать с Ватиканом, он утрачивает свое гражданство, но, согласно уложениям, которые были приняты на момент возрождения Ватикана, то есть в 29-м году, все люди, утратившие паспорт Ватикана, приобретают автоматически, фактически, итальянский паспорт. То есть итальянский паспорт им просто выдается. Еще одна особенность любопытная, что, конечно же, в Ватикане крайне малых женщин. Крайне малых женщин, конечно же, потому что католические священники дают обряд безбрачия, но, тем не менее, женщина там есть, включая заместителя министра иностранных дел Ватикана, имеется в виду. И это тоже, действительно, я бы сказал, весьма-весьма любопытно. Есть и еще некоторые факты, но, на мой взгляд, заслуживающие внимания. Это, например, вложение Ватикана в объекты недвижимости. Будучи очень небольшим государством, ну, то есть, не небольшим, а карликовым государством, занимая фактически центр одного из районов, римских районов, Ватикан в то же самое время, ну, является очень крупным землевладельцем. И он принадлежат на отделы земли и в Испании, и в Латинской Америке, и в Португалии. Он владеет коммерческими торговыми сетями. Как мы знаем, но этому я посвящал отдельную лекцию, у него есть свой собственный банк. То есть, в принципе, получается, что Ватикан это вполне имущая и более чем организация. Про банк Ватикана я рассказывал много. По этому поводу останавливаться на этом моменте, наверное, сейчас не буду. Скажу только, что действительно, получается, что все эти деньги, которые выручает Ватикана, а очень многое стекается за проповеди, то есть, является пожертвованием верующих, превращается в недвижимость и таким образом, ну, скажем, обретает некую пласт в Илью, то есть, допстоимость, которую Ватикан в дальнейшем умеет реализовывать. Вот таков порядок вещей. Есть совсем забавные факты, как, допустим, гвардейцы становятся гвардейцами и как проводится Кубок Ватикана, но они же касаются фольклористики, но можно, конечно, упомянуть, а более под елочку, что, да, действительно, гвардейцы набирают только и швейцарцев до сегодняшнего дня, они носят одежду, которую приписывает Микеланджело, но, похоже, Микеланджело все-таки никогда такие эскизы для повседневной носки, ношения одежды не предполагал, тем не менее, красиво, конечно, необычно. Они могут иметь детей, я говорю про гвардейцев, и если у гвардейцев есть дети, то дети могут приобрести гражданство Ватикана по праву рождения. Так, удивительно, если, конечно, гвардейец в этот момент находился на службе у Папы Римского, но, как бы то ни было, это уже редчайший будет случай, насколько я знаю, за всю историю, таково было весьма-весьма немного за новую историю. Ну, а, собственно, Ватикан устраивает еще кубки, футбольные кубки на свой собственный приз, я об этом упоминаю именно из-за приза, потому что приз очень смешной, это футбольный мяч, увенчанный шапочкой католического священника с круглыми полями, то есть и здесь тоже религия получается. У Ватикана достаточно странная роль сегодня, потому что он не собирается, похоже, ничего противопоставлять исламу, и в данном случае в чем-то солидарен, наверное, с епископом, это известная фигура, иерусалимским, который в момент битвы при Хатине, когда все, весь цвет воинства рыцарей погиб, это 11 век, 12 век, прошу прощения, и надо было неким образом что-то делать, и тогда горожане призвали епископы, сказали, что же делать, стоит армия Саладина под воротами городскими, открывать им, наверное, да, потому что здесь сейчас сил нет, и нету рыцарей, и тогда епископ Иерусалимский сказал, как что делать, покаяться и принять ислам, вот такие были правила, ну, я имею в виду таких правил придерживался вот, собственно, один из иерархов католической церкви, но Ватикан, естественно, никак не мог поддержать его позицию, уверен, что не поддерживал, мы знаем продолжение истории, что, да, действительно, тем, кто остался, пришлось принять ислам, но кто-то остался христианином, но, как бы то ни было, у Ватикана сохранился свой интерес к Святой Земле, он сотрудничает, в том числе, с государством Израиль и с Вифлеемом, тоже, я имею в виду, соответственно, уже палестинскую автономию, Вифлееме находится, естественно, одна святыня христианства, самая первая, и получается, что Ватикан играет роль активного, вроде как, на ниве религии, на самом деле, большой политики, участника событий на Ближнем Востоке. Это касается уже дипломатии Ватикана. Причем, роль эта не всегда может быть разрушительной, она может быть созидательной. Допустим, достаточно многое сделал Ватикан для просвещения африканских народов, так же, как в свое время он просвещал китайцев. Теперь это непопулярная тема, но это милое место быть, и по этому поводу трудно отрицать, что это был положительный момент в истории Ватикана. Но я же сказал, что когда государство живет очень давно, то оно накапливает много, но я бы сказал, интересных моментов, которые отнюдь не тривиальны, и не обязательно рисуют его в черном цвете. Вот, собственно, базовое, что мы знаем с вами про интересные события, связанные с Ватиканом. Насчет предвидения, касаемо того, что будет дальше с Ватиканом, и с нами, со всеми, я отмечу, что проект, который разрабатывает активно мой коллега, хороший знакомый, литовец Айнис Петкус, и не только он, так вот, этот проект доказывает, что Ватикан уже предвидит сложившуюся ситуацию в будущем, предвидит потерю влияния в Западной Европе, и на крайний случай думает перенести центр в европейский свой центр, где-то в район Чехии или Австрии. Это проект от моря до моря, только не польско-американский, как я когда-то об этом рассказывал, а это проект Ватикана. И фактически он вступает противоречившись американским проектам, потому что Америка думает просто об уничтожении европейского континента и желает вместе с нами, и, ну, как минимум, Западную Европу. А Папа Римский хочет выживания Европы, но постепенного поглощения Европы католицизмом, то есть именитацию православной Европы, Румынии, Россия, ну, прежде всего, Украины. Это не пустые слова. Привожу пример. Йозеф Рассенгер отказался называть нашу церковь сестрой католической церкви, он ее игнорирует, то есть для него это ересь, хотя буквально веками католическая церковь именно с таким титулом обращалась к православной церкви, а теперь, видите, нет. То есть получается, что Йозеф Рассенгер зачеркнул фактически историю общения межконфессионального двух ветвей христианства для того, чтобы обслужить некого своего хозяина, который, возможно, хочет войны и проблем. Но хочет ли кто-то или не хочет войны, похоже, что вспыхнет в Европе евро-халифат, действительно, поясом стабильности станут страны, которые сейчас себя внят буквально санитарным кордоном вокруг России. Мы рассуждали об этом с Александром Георгиевичем Мосякиным, не будем повторяться на эту тему, меня, честно, интересует именно Ватикан, и я понимаю, что Ватикан, наверное, в отличие от американцев, в чем-то договоры способен. Но какую истину он нам несет, можно ли договариваться с ним, а вот это уже другой вопрос. Потому что мы можем стать из-за стола переговоров с одними мыслями, а представитель Ватикана станет прямо с демитрально противоположными и сумеет доказать, что он прав. Поэтому лучше, как говорится, в этом случае ничего не подписывать и не иметь дела со своими откровенными врагами, потому что это может завести в самую жуткую трясину. Вот, как можно было бы на сегодня, я бы сказал, курьезно поговорить о Ватикане на основе тех случаев, которые в чем-то украшают, а в чем-то делают более сносной жизнь в этом карликовом государстве, обладающем даже собственной железной дорогой длиной аж в 600 метров и собственной почтой, которую, между прочим, итальянцы предпочитают своей итальянской почте, считая, что Ватиканская почта редко когда оказывает очень пунктуально и очень четко выполняет свои предписания. И еще у нее никогда ничего не теряется. Что ж, действительно важно, иначе никак не скажешь. Я заканчиваю свое описание Ватикана и не отрицательной той роли, которую он играл в истории науки, нередко в истории, скажем так, просто в истории, в собрании истории мира, хотя на сегодня мы не можем этим пользоваться, так как Ватикан не открывает доступ в анализе и осмыслении событий вместе со всей земной цивилизацией. Ватикан тоже принимал участие. То есть, как бы то ни было, получается, что он не обязательно весь черный. Есть там и знания, есть там и вера, убежден в этом, но вера, которая не несет свет, потому что на самом деле свет из мрака не высияет, если изначально, естественно, не зажечь лампу. А Ватикан фактически обманывает население Земли тем, что не указывает на ни обстоятельства своего возрождения, ни свои отношения с мусульманским миром в эпоху крестовых походов, ни отношения с Гитлером, тогда, когда Ватикан возрождался, и с Муссолини, естественно, ни современный этап отношений. Я думаю, что мы будем внимательно следить за действиями Ватикана в следующем году, а мне остается только еще раз поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, просветания в наступающем году и меньше думать о суевериях и приметах. Этого не учит ни одна религия мира. С вами был Александр Артамонов, международный военный обозреватель, специалист по армиям НАТО. Смотрите и слушайте наш ресурс Новый день Изборский клуб. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Казахстан Добро пожаловать в 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 Казахстан